Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Тамара Илюхина. Смотрите сегодня в выпуске. Международный аэропорт во Владивостоке тонет в воде. Некоторые рейсы задержаны или отменены. Усиление паводков. В уссурийской синоптике прогнозируют ухудшение погоды. Ремонт дорог. Последствия тайфуна устраняют бригады рабочих. Авто против лошади. ДТП с участием скакуна закончилось плачевно. Африканская чума свиней. Зона опасности расширяется. Уссурийск украшают. Улицы готовят ко дню города. Аэропорт Владивостока затопило. Пассажиры и встречающие вынуждены оставлять свои машины далеко на трассе и почти 2 километра с чемоданами идти по воде пешком. Территория пострадала из-за сильных дождей. Затоплены основные подъездные пути к зданию терминала. Дорога для транспорта перекрыта. Службы устраняют последствия мощного тропического тайфуна. Со стоянки откачивают воду. Пришлось эвакуировать большую часть автомобилей. Уже очищена сточная дренажная система от грунта, которой нанесли потоки. Из-за неблагоприятных метеоусловий некоторые рейсы в Москву и Новосибирск отправляются с задержкой из-за позднего прибытия. Отменены вылеты местных направлений в Дальнереченск и Кавалерово. По последним данным, вода дошла и до грузового терминала, а также офисных помещений. Въезд на территорию закрыт. Пассажиры покидают аэропорт. В Уссурийске прогнозируют ухудшение погоды. Ночью и днем 29 и 30 августа синоптики обещают усиление осадков. Местами пройдут ливни с грозами. В связи с этим в округе возможно обострение паводковой ситуации. В реках ожидается подъем уровня воды до полутора метров. На данный момент ситуация в округе остается стабильной. За минувшие сутки выпало небольшое количество осадков, что никак не повлияло на водоемы территории. По данным оперативного штаба, динамика снижения уровня воды в реках сохраняется. Идут восстановительные работы. Мешательства служб затруднены дождями. По некоторым адресам пришлось свернуть технику до прекращения осадков. Со спадом воды в округе возрастает число бригад ремонтников. В прошедший тайфун от паводка пострадали краевые и муниципальные дороги. По всем направлениям специалисты приступили к работе. Сегодня восстановлено сообщение со всеми селами. По некоторым направлениям работы продолжаются. С утра крупногабаритная техника работает на дороге, что ведет в Линевичи. Эта территория дольше других была отрезана от большой земли. И сейчас в некоторых промежутках сохраняются переливы через проезжую часть. Но буквально на глазах вода отступает. И дорожники берутся за дело на проблемном участке. Это автомобильная дорога Борисовка у Килиневича-Утесная. На участке дороги где-то с 13 по 20 километр. Я буквально сегодня там был, там еще вода стоит. Но вода где ушла, там ставим технику, то есть и производим работы по восстановлению. Первым делом были восстановлены подъезды к Монакино, Богатырке, Корсаковке и Якановке. Грейдер прошел 150 километров пути. Во всех направлениях вели выравнивание дорожного полотна и отсыпку обочин. В некоторых местах пришлось восстанавливать дорогу. Залечивать раны на подъездах к домам начали и в городе. В Тайфун особенно пострадали некоторые микрорайоны Уссурийска. Каждый день с оперативного штаба поступают новые адреса для выполнения дорожных работ. На осах поселки сегодня как бы работаем в районе угловой, в ту сторону Крылова, в этом пусту. Это те улицы, которые пострадали из-за дождя, из-за массового схода вода. Просто произошел некоторый размыв дорог. Но это восстановим, все сделаем. И сегодня мы зашли на грядирование в район мелькомбината. Работам в районе мелькомбината помешали дожди. На Васильковой, Виноградной и в переулке Степном стоят лужи. А вот чистить ливневую канализацию тут можно. Доль дорожного полотна идет углубление кюветов и расчистка их от многолетней грязи. Сегодня возобновил работу пункт пропуска Полтавка. Напомним, границу закрыли 16 августа, когда здания и территория вокруг терминала оказались затопленными. Именно в те дни в крае бушевал тайфун Кросса. Из-за обильных дождей река Гранитная в Октябрьском районе вышла из берегов. За несколько часов оказались затопленными и населенные пункты, в том числе и пункт пропуска через границу. Подъездные пути и объекты таможни стояли в воде. Для возобновления работы потребовалось длительное время. Утром в среду движение пассажирского и грузового транспорта восстановлено. Режим работы в пункте пропуска прежний с 9 утра до 9 часов вечера без выходных. К другим темам. Школы округа завершают подготовку ко дню знаний. Вместе с главой администрации Евгением Коржом наша съемочная группа отправилась в рейд по образовательным учреждениям. Все ли готово к приему детей? Смотрите в нашем сюжете. Меньше недели осталось до начала учебного года. Глава администрации округа проехал по муниципальным учреждениям и проверил, готовы ли там принимать детей. Первый пункт остановки – средняя школа села Новонекольска. Тут заменили деревянные окна на пластиковые и сделали ремонт в пищеблоке. В понедельник 2 сентября дети увидят обновленное помещение столовой. Евгений Корж отметил, что детскому питанию в образовательных учреждениях нужно уделять особое внимание. Глава заехал и в школу номер 31. Тут проблема прямо на входе в здание. После дождей образовалась огромная лужа. Вердикт один – срочно отвезти воду. Также в 31-й школе проверили столовую и новые пожарные выходы. Все соответствует нормам. Учреждение готово к приему детей. По пути глава администрации округа заехал в Дом культуры в Новонекольске. Капитальный ремонт тут ведется с осени прошлого года. Сейчас строители работают в ускоренном темпе. Закончить планируют за два месяца, чтобы было готово к ноябрю. Немножко освежим будет. Ну, будет нормально. Ну, нарядно будет, да. В 11-й школе на улице Горького летом заменили всю отопительную систему. На это выделили порядка трех миллионов рублей. Осложнил работу возраст здания. В следующем году школа отметит столетний юбилей. Однако строители справились с поставленной задачей. Теперь в учреждении станет теплее. При этом исторический вид строения почти не изменился. Мы делали крыши, делали окна. А сейчас у нас большой класс работы будет. Это, конечно, делать отмостки на всех школах, чтобы вода не попадала под фундамент. Школы старые. Чтобы сохранить, будем в следующем году делать большой ремонт по отмосткам всех школ. Глава также отметил, что в школах города был сделан косметический ремонт. На данный момент все образовательные учреждения полностью готовы к тому, чтобы в сентябре открыть свои двери ученикам. Елена Карпенко, Антон Войцеховский, Телемикс. Позаботиться о безопасности заранее. В администрации Уссурийска обсудили меры борьбы с террором и экстремизмом. Работу, которая выполняется ежечасно, регулярно, необходимо обсуждать и оттачивать. Единогласно отметили участники заседания. Службы спасения и правопорядка непрерывно обеспечивают безопасность граждан. В каждом ведомстве регулярно проводятся инструктажи. Но о чрезвычайных ситуациях также четко должны знать и руководители образовательных и медицинских учреждений торговых точек. ЧП может произойти в любой момент. Речь идет о телефонном терроризме. Его волна прошла по всей стране и захватила Уссурийск. Звонки о взрывных устройствах поступают в МЧС каждую неделю. На любой вызов службы спасения обязаны отреагировать. Напомним, за такое баловство злоумышленникам грозит срок с лишением свободы до трех лет. Сотрудники МВД держат эту и другие ситуации под контролем. Проведено 304 оперативно-расследовательные мероприятия. Проверены крупные торговые базы, точки. В ходе оперативных мероприятий выявлено 242 правонарушения со стороны иностранных граждан. Близится начало пожароопасного периода. Во избежание риска возгораний на территории округа старший инспектор МЧС Александр Снегирев предупредил руководителей организаций, имеющих участки земли, о крупных штрафах за неубранную сухую траву. Обязательно просим убирать сухую траву, потому что трава когда высохнута, если будет, например, упала на каких-то участках, будем отрабатывать и будем наказывать. Штрафы очень большие, особенно на эргенических, ведь за это очень сейчас пристальное внимание у нас идет. Напомнили о важности прохождения диспансеризации жителями Уссурийского округа. На сегодняшний день в рамках этого проекта осмотрено 10 тысяч уссурийцев. Выявлено 12 онкобольных, 435 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С теми жалобами, которые вы пришли, вы должны будете обследовать полномобильные. То есть вам должны провести и спирографию, провести и фиброгастроскопию, и колоноскопию, все, что необходимо. В завершении заседания директор управления по делам ГУЧС Александр Лихиченко предупредил о том, что дожди разной интенсивности продлятся вплоть до пятницы. Все службы города держат ситуацию с паводками под контролем. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Авто против лошади. ДТП с участием скакуна закончилось плачевно. Африканская чума свиней. Зона опасности расширяется. Уссурийск украшают. Улицы готовят ко дню города. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Ночная прогулка лошади закончилась аварией. Рано утром в селе Борисовке на дороге автомобиль столкнулся с животным. Водитель получил ушибы. Животное не выжило. Около шести часов утра в Борисовке автомобилист ехал по улице Советской в сторону села Новонекольска. В этот момент на проезжей части находилась лошадь. Водитель, мужчина 34 лет, не сбавил скорость и сбил животное. В результате аварии автомобилист получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. При столкновении машине Мазда Демио практически снесло верхнюю часть. Лошадь от полученных травм погибла на месте. Проезжая часть была не освещена в темное время суток, поэтому совершен был наезд. Нарушения усматриваются у владельца лошади, либо погонщика в соответствии с 25 главой правил дорожного движения. Запрещается оставлять без присмотра животных на проезжей части. Также в ночное время ведется разбирательство по данному материалу. По словам хозяина, накануне вечером животное было привязано на подворье. При каких обстоятельствах лошадь смогла освободиться и выйти на проезжую часть, остается неизвестным. Чтобы не происходило таких происшествий, администрация Борисовки проводит работу с владельцами частного скота. С началом выпаса скота проводится собрание. Владельцы скота выбирают пастуха, наделяют его определенными полномочиями, заключают договор. Пастух производит выпас скота на закрепленных территориях. Стараемся, чтобы таких происшествий не было. Владелец лошади вину признал, но давать комментарии отказался. Мужчина – единственный владелец конного хозяйства в селе Борисовке. Всего на его ферме содержится более 40 лошадей и больше 30 голов крупного рогатого скота. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Африканская чума свиней добралась до еще одной территории – Приморья Дальнереченского района. Уссурийский округ пока находится вне зоны опасности. Карантин в крае продолжается. Запрещен вывоз живых свиней, животноводческой продукции и сырья. Сотрудники ДПС и Россельхознадзора Уссурийска задержали микроавтобус, который перевозил 6 тушек свинины весом 360 килограммов. Продукция изъята и уничтожена. Животных в хозяйствах, где обнаружена новая вспышка, решено уничтожить. Собственникам возместят ущерб за счет средств из краевого бюджета. Напомним, впервые в этом году африканская чума свиней была зафиксирована в пограничном районе 31 июля. Уссурийск тогда оказался в угрожаемой зоне. Специалисты Россельхознадзора отмечают, что вирус занесли в Приморье дикие кабаны, которые пришли с территории Китая. Звери контактировали с домашними животными, которые гуляли на воле. Отметим, что для человека африканская чума не опасна. За действия или бездействия, которые повлекут распространение вируса, предусмотрена административная и уголовная ответственность. По всем вопросам необходимо обращаться на ветеринарную станцию. Праздничная символика ко дню города уже украшает Уссурийск. 150 новых консолей установили на столбах освещения по Владивостокскому шоссе, улицах Ленина и Некрасова. Изображения с праздничным логотипом «Все краски жизни для тебя, любимый город» также будут использоваться на сувенирной продукции и рекламных счетах. Кроме того, символ 153-й годовщины города. На фасадах зданий могут размещать предприятия, организации и коммерческие структуры. Напомним, день рождения Уссурийска отметят в воскресенье 15 сентября. Продолжит программу наша постоянная рубрика «Будем вместе». Сегодня наш герой – молодой человек по имени Богдан. Ему 15 лет. В детском доме парень недавно у Богдана умерла мама, и он остался совсем один. Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке автошколы «Фаворит У». Дети – это счастье. Богдан общительный, добрый и немного стеснительный молодой человек. Но характер у него сильный, целеустремленный и независимый. Богдан держится с достоинством, не дает себя подмять и сам никого не обижает. Богдан поступил к нам совсем недавно. Он очень легко сошелся со всеми сверстниками, очень общительный, любит помогать взрослым. И также очень любит помогать детям помладше. В учебе он старательный, ответственный, много участвует во всех мероприятиях. Очень талантливый, спортивный парень. Парень очень добрый и отзывчивый, с удовольствием идет на контакт. Мальчик не любит навязчивости и сам ведет себя корректно. Он хозяйственный, аккуратный, умеет и любит следить за порядком, за своими вещами, внешним видом. Меня зовут Богдан, мне 15 лет. Я учусь в 9 классе. Готовлюсь к сдаче экзаменов. Хочу пойти в 10-11 класс. Богдан любит футбол, с удовольствием занимается танцами. В этом году парень заканчивает 9 класс и активно готовится к экзаменам. Сам занимается, если что-то не понимает, то просит помощи у взрослых. Если дать Богдану какое-то поручение, оно обязательно будет выполнено очень добросовестно. По вопросам семейного устройства обращаться в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32-35-36. Ремонт дворовой территории. Большинством собственников принимается решение о модернизации территории вокруг многоквартирного дома. Кто должен чинить междворовые проезды? Ответ в нашей еженедельной рубрике «Школа управдома». Наш дом вошел в программу «Тысяча дворов». В этом сезоне благоустроили территорию. А вот как быть с междворовыми проездами? Это уже не территория дома. И мы ее делать не имеем права. Кто же тогда должен и куда с этим проблемным вопросом нам обратиться? На самом деле на 2019 год запланировано ремонт 14 межквартальных проездов на сумму 8 миллионов 900 тысяч рублей. То есть это муниципальный бюджет. Хочу отметить, что именно межквартальные проезды – это деньги муниципального бюджета. Значит, выбраны дороги, межквартальные проезды, те, которые находятся в более плохом состоянии, чем остальные. Все остальные объекты будут планово выводиться в ремонт в зависимости от наличия бюджетных средств. Жители могут обратиться к нам, могут, конечно, в управляющую компанию. Управляющая компания, она отрабатывает уже с нами, с администрацией, делают заявки, чтобы включить их межквартальные проезды. Специалисты МКУСС и специалисты Управления жизнедеобеспечения выезжают на обследование межквартальных проездов. Я определяю степень необходимости первоочередных мероприятий по межквартальным проездам. Хочу сказать так. Ну и дальше уже в зависимости, еще раз повторю, от бюджетного финансирования, составляется список межквартальных проездов, которые на этот год запланированы. Ну и на следующий точно так же. На этом пока все. В студии работала Тамара Илюхина. Сюжеты также можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и в профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале.